Рассказывая о спине, я как-то не думал, что последует вопрос и о боли в плечах. Эти боли у меня также были. Вот как-то все началось в 2015 году. Все вроде было бы нормально с плечами. Я увидел, что у меня вес начал увеличиваться. То есть он у меня держался где-то меньше ста был. А это что-то он начал расти, расти, расти. Ну я думаю, ладно. Раз он, так сказать, растет сам собой, я его направлю в нужное русло. Я буду заниматься с тяжестями. Редактор субтитров А.Семкин Начал я заниматься с тяжестями. Все вроде нормально, нормально, так хорошо попер, попер. А потом, а потом начались вот эти проблемы у меня со спиной. Я думаю, ага, сейчас я так килограмм сто буду там тягу делать. Раз там по 10-15. И вот я подошел к этим весам в тяжестях и спина у меня, чувствую, начала сдавать. В жиме сидя я такое упражнение делал. Потихонечку начал наращивать вес, как-то у меня появился азарт. Думаю, ну дойду, хотелось бы так килограмм по 30. И потихонечку начались боли-боли. Это уже боли начались где-то привесить 20 килограмм гантели. Слышно было, как левый сустав пощелкивал. Хрустит. Потом то больше, то меньше. И вот где-то с 2015 года это все началось. 2016 год это вот особенно был разгар с болями в плечах. Они болели именно вот здесь вот у меня, вот здесь вот. Точки такие. Вот они. Здесь и здесь. Сначала началось в левом, потом и вправом. И как-то вроде бы я там какие-то упражнения делал. Все равно что-то это не помогало. Все это еще усугублялось тем, что вроде бы отпустит плечи. И я опять, значит, начинаю там сжать, начинаю заниматься. Фух, есть. Такое большое количество повторений 15 раз нужно для того, чтобы хорошенько размять плечевые суставы. Иначе на больших весах, там где плохо размялось, сразу начинают болеть, рваться, растягиваться. Опять боли. Я уже и так и сбрасывал, и не сбрасывал. Ну, где-то в 16-м году и 17-й год плечи болели и спина болела. Что в конце концов был такой период, что я не мог нормально спать. Даже со спиной все было более-менее вот во время сна нормально. Боли начались и в основном они нарастали днем. Не так болело. А вот именно ночью ты ложишься вроде бы нормально. Ага, принял положение. Хоп. Плечо заныло, заболело. Ты меняешь положение. Минут 10-15 ничего не болит. Ага, все начинается опять. Ты меняешь положение. И все повторяется сначала. В результате ты не высыпаешься. Как уж вот это вот ворочается на сковородке. Сил особо никаких нет. Но тем не менее я, знаете, будем говорить, все-таки продолжал заниматься, несмотря ни на что. По 8 килограмм. По 15 раз делал. Сейчас повесил 19 килограмм. Я уже давно с такими весами не работал. Потому что как только начинаешь что-то подымать. Сразу же начинают плечи болеть. Особенно лево. И искал средства. И вот. Николай Иванович домрачом. Я с ним встретился. Удивительный человек. В псибаре. И он сделал мне медовый массаж. Вот, мол, средства. Значит, я как увидел, что все это выходит. Вся эта ерунда. Ага. Давай, значит, массаж делать. Массаж делать на плечи. Знаете, значительно полегчало. Значительно полегчало. Но потом, вот. И со спиной, и с плечами как-то все это остановилось. Боль не такая стала. Но, тем не менее, она осталась. И я, чтобы уже до конца добить этот вопрос о медовом массаже. Я проделал сеансов, не знаю, там 40-50, если не больше. Ну, вот. Белое валит и валит. Иногда она выходит даже с запахами. Думаешь, вот. Вакуумный этот массаж медовый. Да, он вытягивает. Из-под шкуры там все эти шлаки. Ну, толку никакого. Кстати, о голодании как раз. Вот когда я в этот период там нет-нет доделал голодание. Небольшие там трое-пять раз в суток. Больше, по-моему, недели я даже не голодал. Было облегчение как со спиной, так и с плечами. Что происходит при голодании? При голодании, в первую очередь, происходит расслабление. И вот это вот расслабление, тотальное расслабление всего организма благотворно сказывается. Ну, там еще ряд своих механизмов. И, как бы сказать, сознание тоже перестраивается. Это очень интересная работа с сознанием на голодании. Но потом все как-то, знаете, в какой-то паре застрял. Вот там не можешь. И вот о психосоматике. Книжечку я это вот прочитал. Именно что боли в позвоночнике, отчасти в суставах. Зависит от того, насколько ты всего нахватался. В смысле эмоций. Я уж вроде бы, вроде бы почистился хорошо. Изредка я дышу дыханием очищающей полевую форму жизни. Проверяю, где там у меня колы. Колов особо нету. А вот боли есть. Но я думал, это вот как-то от старости. И даже-то я уже, знаете, подумал, что это возможно. Я застудил из-за того, что я в последнее время стал таким любителем купаний в холодной воде. Идея купель только не есть. Я туда лезу. Долго не купаюсь. Но вот именно вот получил такой заряд хороший. Что мол, вот это все-таки как бы переохлаждение. Переохлаждение всегда, конечно, идет по суставам. И в частности я еще заметил, что у меня где-то вот здесь вот в затылке слева там начались какие-то такие боли. Как бы сказать, вот ты почувствовал, не можешь толком расслабить шею, когда ты лег спать и спишь. То есть шея вроде бы особо не побаливает, но вот плечи с плечами была беда. Просто-напросто беда бедовская. Осознав, что это могут влиять так эмоции, вызывать боли, я вот с этими эмоциями буду говорить. Первое – это осознание того, что за враг тебя окружает, что он делает, то есть ты осознал. И вот это осознание, выявление скрытой вот этой вот причины сразу же делает свое дело. Если все это правильно осознал, буквально таки уже где-то процентов на 30 становится легче. Ага, осознал. И дальше, если ты продолжаешь работать, все, над этим спокойствие. То есть ты не принимаешь какие-то все эти эмоции на себя. Ты научился отделять. Если, допустим, это критика справедливая, ты меняешься. Если просто-напросто обзывают незаслуженно, я это не делал, я не такой, во мне этого нет, и это все проходит мимо. Это тоже интересная работа над собой, которая позволяет вот так вот все эти какие-то там наветы, просто-напросто они идут мимо, они тебя не цепляют. И чувствую, с плечами стало лучше, 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 лучше. Вот, я продолжил заниматься с тяжестями, я люблю эту работу. Почему? Потому что я очень много времени провожу в кресле, я сижу, особенно сейчас с этим интернетом. Постоянно одно дело ты снял, второе дело это ты перегнал, третье дело это ты на монтаже смотришь, что выложишь, что подставить. И наконец-таки опять-таки ты сидишь это, заливаешь уже непосредственно на YouTube. То есть я как-то, или это сейчас мне кажется, что я слишком много сижу, потому что раньше, когда я только начал заниматься оздоровлением, я ходил, знаете, вот как мы сейчас ходим с телефончиками этими, с планшетами, с ноутбуками. Я ходил с пишущей машинкой, на работу, с работы, и вот горел тем, что вот получаешь новые знания, ты там печатаешь разные там тексты, они в тебя вливаются, вливаются, вливаются. Этот процесс очень такой захватывающий, и чем больше как-то ты знаний набираешься, тем больше ты его начинаешь как-то применять, она вообще работает само по себе. И чувствуешь, что ты как-то более сильным становишься, более здоровым. Это в начале было, но всему, как бы сказать, время, вот подходит вот возраст, и начинаются вот эти суставные боли. Поэтому я вам рассказываю, как я от них избавился, избавился не столько какими-то движениями, да, я и движения делал, и то делал, и все там делал, а вот больше вот этим вот осознанием, то есть осознать себя здоровым. Это, понимаете, вот многие говорят, что там в бегетарианство, там сыроедение, у некоторых успешно получается, она получается успешно тогда, когда человек себя настроил на это. А если человек настроил на это так слабо, думает, да, что-то я попробую, то и все, пятое, десятое, узнай как, толку никакого нет. Так вот, когда ты настраиваешь себя на здоровье, начинают происходить в тонких телах вот такие интересные процессы, которые уже проявляются на физическом уровне, и начинают устранять те боли, которые, вот, как бы сказать, являются из-за того, что под старость организм меньше содержит воды, он подсыхает, в нем накопилось, в первую очередь, много негативной вот этой вот эмоциональной энергии, вдобавок вот эти все эти простуды, холода тоже к суставам мне туда лезут, и все это начинает работать. Ну, я говорю, вот простое осознание, и дальше вот такая вот работа, способствует тому, что суставы начали двигаться, а то я не мог руку там поднять. Такие были моменты. И вот это вот синдром сухого плеча, это как раз говорит о том, что проблема начинается примерно где-то в позвоночнике, там она зажимает, зажимает из-за того, опять-таки, из-за эмоций, может зажимать в шее из-за холода. Ходим с открытой головой, подвергаем такую важную часть, как шею, холоду, там происходят, бывает, вот эти вот спазмы, то есть что-то замерзло. Наши мышцы-то представляют что? Холодец. И этот холодец меняет свою структуру в зависимости от того, в какой температуре он находится. Самое лучшее это 20 градусов. А если мы минус 20 шея, значит, наша шея добенеет. Плюс там, допустим, 40 уже там, вау, вот это все начинает как бы сказать, почему тепло помогает. Потому что как бы мышца расслабляется, этот холодец сам расслабляется. А если он не расслабляется, а наоборот, становится более черствим, особенно возникает от холода, от эмоций, от какого-то перенапряжения, когда вы так вот постоянно сидите и у вас вот эти мышцы напряжены. У вас там возникает хроническое напряжение, подобное спазмам. Вот этот холодец черствеет. И раз он зачерствил все, процессы в нем питательные, идут намного хуже. Значит, дальше идет вот это сжимание, нерв зажимается. Нерв зажимается, отсюда он идет, куда он в руку идет. Начинается, значит, вот это вот у нас болит там и под лопаткой, и особенно в плечах у нас болит. И дальше идет еще по руке в локоть, и чуть ли не спускается и пальцем там. И пальцы немеют, и судороги. Уяснив себе, вот этот вот механизм, прежде всего, чем что-то делать, надо понять, механизм возникновения болезни и как его обратно развернуть. Я начал его разворачивать обратно, и стало значительно лучше. Стало лучше. Кстати, чистка печени тоже способствует тому, что состояние всех тканей меняется в лучшую сторону. И вот эти вот боли в плечах у меня исчезли. Я сейчас занимаюсь, я нормально хожу, и в конце концов, знаете, вот, ну, я никогда не мог ощутить на себе, что значит боли в плечах ночью, когда ты спишь. И когда ты избавляешься от всего этого дела, ну, такая радость возникает, такое окрыление. И вот этой радостью, этой окрылением, этим знанием я с вами и делюсь, что можно избавиться от них. Опа! Посидим немножко. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!